У меня сегодня Виктор Шендерович, писатель, журналист. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый вечер. В Пскове сегодня прошли похороны двух подростков, которые пока не очень понятно при каких обстоятельствах погибли несколько дней назад. Вот псковский губернатор Турчак, небезызвестный, просит СМИ оставить в покое одноклассников и родственников. Нужно ли действительно оставлять в покое всех и не пытаться выяснить, как довели детей до такой ситуации? Оставить в покое родственников, наверное, надо, а вот оставлять в покое силовиков, которые, судя по всему, убили этих детей при всем невыносимом мастерстве наших доблестных спецслужб, просто убили, да, судя по всему. Оставить в покое расследование? Нет, нельзя. Если бы у нас были инструменты, чтобы добиваться этого, но нам надо этого добиваться, обратите внимание, в какой-нибудь стране похуже, европейской, американской, все было бы известно через, значит, час, да, в больших СМИ, все было бы известно досконально. При каких обстоятельствах, кто, как, когда, прямая, да, и так далее. У нас мы должны добиваться того, чтобы узнать, а, собственно, как это получилось, да, как они погибли, убили их, не убили, никаких сообщений толком нет. Силовики не считают нужным объясниться по этому поводу, а губернатор говорит, отстаньте, оставьте в покое. Кого отставить в покое? Родителей? Ну, родителям, я думаю, тоже интересно было бы знать, как погибли их дети. А нам, мне было бы интересно, чтобы мы жили в стране, где этого не надо добиваться. Но этого надо добиться, чтобы мы жили в такой стране. Пока что вот у нас Турчак, как ты его, как ты мягко скажешь? Не безызвестный. Не безызвестный Турчак, а на самом деле просто очень хорошо известный, в том числе своими средствами, своими инструментами обращения с прессой. Я мягко выразился? Изящно. Изящно. Еще одна история, это уже Варвара Караулова, сегодня она наконец-то начала говорить уже сама, и мы слышим ее версию того, что с ней случилось, и она в своих показаниях рассказала, что познакомилась со своим вербовщиком, будучи школьницей. Это ведь тоже возвращает нас к разговору о том, что происходит с школьниками, с подростками, как государство пытается воспитывать, не пытается, и кто вообще должен этим заниматься, у нас только все запрещают. У нас было большое количество защитников детей, в основном мы защищали детей от американских усыновителей, как ты помнишь, да, а вот по поводу этого как-то все незаметнее, да, защита детей, да, и всякий раз при появлении, что в этом случае, что псковскими детьми, возникает дивная логика государственная, ты помнишь, да, этот силогизм, да, дивный, о том, что все люди, огурцы смертельно опасны, потому что все люди, которые ели огурцы, умерли. Значит, все эти люди пользовались социальными сетями, о чем это говорит, о вреде социальных сетей, да, разумеется. Давайте запрещать социальные сети, потому что там вербовщики, там педофилы, там то, там все, группы смерти и так далее. Давайте запретим, то есть мы смерть не запретим, педофилов не запретим, да, вербовщиков не запретим, но запретим социальные сети. Заодно до кучи мы решим вопрос самоорганизации общества, потому что за счет этих социальных сетей общество в 21 веке самоорганизуется и так далее. Значит, под шумок, под разговор о защите детства и так далее, значит, государство будет просто все закупоривать дальше, как уже продолжает закупоривать. Вот это, мне кажется, существенным в том, что происходит сейчас. Ну, а как же работа с подростками, работа с родителями, это же будущее страны, это граждане Российской Федерации. Ты меня в чем убеждаешь сейчас? Да, я хотел бы, чтобы работать с подростками вели не подонки и воры и демагодии, а чтобы вели люди озабоченные, действительно, работать с подростками. Чтобы это были люди неравнодушные, честные, абсолютно прозрачные и абсолютно зависимые от общества, а не от номенклатуры галимой, которая им указывает очередные политические задачи. Вот когда у нас будет неусловный Астахов или вот это, забыл, значит, кто сейчас. Не важно, да? Не важно, потому что это та же самая номенклатура, но другого вида, так сказать, другого цвета и вида, но номенклатура. А вот когда это будет, вот когда, значит, правами заключенных занимается Ольга Романова, то я понимаю, что правами заключенных занимается человек, который озабочен помощью заключенным и их родственникам. И у меня нет вопросов, да, к этому. А вот с детства Мастахова немножко другие пропорции. Вот о чем речь идет. Конечно, нужно защищать, только сегодня общество совершенно в подчинении у номенклатуры, у полубандитской или просто бандитской номенклатуры. И всякое общественное движение довольно, ну не всякое, но все, чего касается крыло государства, довольно быстро превращается, значит, вот антимедас такой, да? По поводу защиты заключенных, кстати, вот сегодня ФСИН обвинил, фактически обвинил Эльдар Дадинов в том, что он избил сокамерника. Рассказали о том, что была драка и, судя по описанию... Скажи, что мы тут можем комментировать? Слово ФСИН ты произносишь. Это означает, что мы имеем дело с заведомо закрытой организацией, лживой, закрытой, насильственной организацией. До тех пор, пока этот лысый начальник колонии не отдан под суд, да? До тех пор, пока эта история с Дадином, ну та история с Дадином не расследована, до тех пор, пока те люди, которые говорят от имени ФСИНа, имеют к этому отношение, что мы можем знать о том, что произошло там? Произошло ли и что произошло? Но это же не повод не говорить об этом. Нет, об этом можно упомянуть, что ФСИН чего-то там сказал. Ну да. С Эльдаром Дадиным что-то произошло в тюрьме. Да, с Эльдаром Дадиным что-то произошло в тюрьме. Что это было, кто устроил эту драку, почему устроил эту драку, каких целей добивались, что по этому поводу думает Эльдардадин, мы не знаем. Мы знаем, что ФСИН с его репутацией, всесторонней гестаповской репутацией этого ФСИНа, вот что-то такое сообщил. Это ведь, вот смотри, уже третья или четвертая тема, а мы упираемся в одно и то же. Никакого общественного контроля ни за расследование убийства, ни за ситуацией с социальным семьей, никакого общественного контроля, ни за охраной детства, ни за ФСИНом, нет. Поэтому есть чудище, как сказано, огромное, стоземное, и лая, и оно лая, и мы слышим это лая, и мы не знаем в реальности, что происходит. У нас отрублены руки, которые тянутся к контролю, вот чтобы пощупать хотя бы в этот туман, их отрезают сразу. Поэтому мы можем только гадать на кофейной гуще. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, а перейти к каким-то более сущностным вещам. Ну, это на самом деле отсутствие общественного контроля, это сущностная вещь, потому что, видимо, общественный резонанс может спровоцировать какие-то, хоть какие-то процессы. Нет, разумеется, я только предлагаю перейти от прыщей к обмену веществ. Я предлагаю перейти к общему знаменателю, который совершенно блестяще на этой неделе выразился, как мне кажется, в истории Сулиукаева. Вот уж совершенно ясный, для тех, кто пытался зажмуриться и сделать вид, что не видно, вот он ясный знаменатель исторический. Для тех, кто вообще заглядывал в учебники истории, это совершенно очевидная аналогия. Это начало 30-х, это буржуазные спецы идут под нож. С НЭПом не получилось, мы выходим из всех, значит, мы замыкаемся, у нас строится абсолютно авторитарно, уже построено фактически государство, контроля нет и не будет, и буржуазные спецы, в общем, уже не нужны. Мы сейчас делаем перерыв несколько минут, эту тему мы обязательно продолжим. В особом мнении сегодня выступает Виктор Шендерович, оставайтесь с нами. Продолжается программа «Особое мнение», меня зовут Татьяна Филигенгаурова, в гостях у меня сегодня Виктор Шендерович. Вы, в общем-то, редкий гость, я всю неделю веду особое мнение, которому в истории с Сулиукаевым понятно, что происходит. Я, мне понятно, есть нижнее чутье, есть верхнее чутье, есть подробности этой провокации, подробности, интересанты, спекуляции, так сказать, тех или других участников, вот подробности, собственно, вокруг уголовные, да, подробности. Вот там ничего не понятно, но суть-то понятна, мы понимаем, я надеюсь, что ты понимаешь тоже, что это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Или по этому поводу надо дебатировать? Надо дебатировать? Давай подебатируем. Но мне кажется, что все довольно очевидно. Пока Сечин у нас на свободе не разыскан ни под следствием, о борьбе с коррупцией в правительстве давай не разговаривать. Но Сечин не в правительстве. Ну, в нашей верхушке, да, был в правительстве, это не так важно. Пока Сечин при власти и на свободе, да, не будем говорить о борьбе с коррупцией в России, точка. Ну, то же самое можно сказать про Путина и про очень многих еще, через запятую. Значит, аресты Люкаева совершенно очевидно встраиваются в определенный ряд. На виллы выбрасываются, вот, на радость пиплу, борьба с коррупцией. Коррупция – это либералы, конечно, это Белых, это Улюкаев и так далее. А Улюкаев когда стал либералом? Ну, безусловный либерал. Ну, Таня, давай не заниматься ерундой сейчас. Мне просто интересно, в какой момент вы посчитали его либералом. Нет, я сейчас говорю, вот, вот, давай, а, это может быть интересный разговор в том смысле, что есть, скажем так, экономические воздействия, школа Гайдара, да, ну, школа Гайдара. Припомнили ему старое, видимо. Да, да, тем не менее, я сейчас говорю, вот, это очень важный момент. Если ты про это, то это интересно. Значит, вот технократический подход, который сыграл в очередной раз злую шутку с этими людьми, которые, наверное, в лучшем случае для них предполагали, что можно совместить служение отечеству, вот это все, всего этого коллективного спиранского, да, вот эта тема спиранского, да, какой-то вот реформы, что-то такое, можно совместить со службой путинскому режиму. Допустим, что они искренне в это верили. И вот тут развилка очень интересная, потому что к Сечину в этой ситуации вопросов у меня нет. Он дербанил и дербанит, он, собственно, только этим и стал известен, да, как раздербанил ЮКОС, так с тех пор дербанит то, до чего дотягиваются руки, благодаря крышеванию путинскому. К нему нет вопросов. Нет вопросов и не было бы вопросов к ворам. Если человек хочет своровать, то ясно, зачем он в правительстве. Нет вопросов. Но, если все-таки предположить, если все-таки предположить, ну, вот человек там, да, у него хороший, да, вот, судя по стихам, там, Бородский, Пушкин, Пастернак, забитый в понятийный аппарат, да, интеллигентный человек. Если, правда, он на самом деле предполагал, что можно служить отечеству и быть некоторым спиранским и как-то каких-то развивать и как-то сопротивляться ужасам авторитаризма, находясь на службе у путинского режима, причем не в третьем году и четвертом, а в тринадцатом-четырнадцатом, после всего уже, то мы имеем дело с тяжелейшим просчетом, очень характерным для технократов, которые с их невниманием и небрежностью к этическим вопросам. Вот тот самый просчет, который был по большому счету допущен в нулевых годах, когда Анатолий Борисович Чубайс и команда, видимо, решили, что можно наплевать на свободу слова, можно взять этого серенького ГБшника, да, и благодаря ему зато продвинуть, да, экономическую часть, рвануть с экономикой и так далее. Небрежность, вот это вот презрение к этике и мысль о том, что технократическими инструментами можно решить вопрос. Вот мы на выходе, что имеем. И здесь у меня вопрос, конечно, к ним ко всем, через запятую или черточку. Греф, Нубиулина, Кудрин, Чубайс, Греф, да, вот им всем. У меня вопрос, а знаешь, что мне отвратительнее всего вот в последние дни слышать? Вот эти вот вдруг обмороки, удивления. Ах, мы не можем, что случилось? Все в шоке. Шок, мы в шоке. Как будто дело произошло в Люксембурге. Как будто видный чин люксембургский, да, сговорившись с прокуратурой тамошней, откусил кусок отказанный. И весь Люксембург лежит в обмороке. Ну как, может быть, люди предполагают, что есть определенные правила игры? Так вот, если люди, обслуживающие своими интеллигентными лицами малину бандитскую, страну, в которой с низкой легитимностью президент, глава субъекта Федерации серийный убийца, глава Следственного комитета выводит журналистов в лес. Вот это обвинение. Это не обвинение, это констатация факта. Вице-премьеры дербанят казну, если эти люди предполагают, что посреди этого всего можно продолжать служить Отечеству, находясь в их составе, ну тем хуже для них. Я тебе хочу сказать, я, ну, эту аналогию уже приводил, она количественно очень резкая, а качественно, поверь, все то же самое. Вот я что думаю, что не надо заниматься экономическим развитием Третьего Рейха, если ты интеллигентный человек. Потому что экономическое развитие Третьего Рейха идет на концлагеря и войны. И ты должен понимать, что ты несешь за это полную ответственность, как минимум моральную. Даже если ты в свободное время почитываешь рильки и любишь ремарк, если ты честный министр нацистского правительства, то тем хуже для тебя. Если тебя так используют, если ты до такой степени ослеп, что не понимаешь, на что идут твои мозги и кому они служат. Виктор Анатольевич, тогда у меня к вам вопрос. Плачете ли вы налоги? Я плачу, например. Хорошо, а что же получается? Тогда каждый человек, который платит налоги, тоже обслуживает этот самый рейх, потому что ваши налоги идут на вот это вот все. Послушай, это ты прекрасный парадокс. Бродского ходишь в булочную, значит, сотрудничаешь с режимом? Нет, Тань, ты прекрасно понимаешь разницу между уплатой налогов и вхождением. Я не понимаю, объясните мне. Танечка, попытка изобразить идиотку у тебя регулярно не удается. Я надеюсь, ты понимаешь, что участие в правительстве, участие в корпорации на высокой должности, это прямая политическая ответственность. Политическая, подчеркиваю, я сейчас не говорю об уголовной, это отдельная история. Прямая политическая ответственность. Так что не будем тут про это валять дурака. Я только хочу сказать, что вот поведение либералов, системных либералов, кажется мне совершенно позорным и двусмысленным. Даже после этой истории никто из них не встал и не хлопнул дверью. Дальше очень важный вопрос, могут ли они уже хлопнуть дверью или нет. У нас есть полторы-две минуты, я расскажу одну интересную историю. Не притчу, а историю. Года два назад в самолете из бизнес-класса на встречу у меня пошел человек с очень знакомым лицом. Я в нем узнал бывшего очень-очень, через черточку, очень-очень заметного члена питерской корпорации, очень важного чиновника, который пришел ко мне, он меня узнал по старым телевизионным временам, пришел просто похвастаться. Ему хотелось рассказать мне, как он удачно соскочил. И он рассказывал мне, как он соскочил, ему теперь все завидуют, он в бизнесе теперь. А он соскочил в поздние Медведевские времена, а сейчас никому уже не разрешается соскочить. И как ему все завидуют, рассказывал он. И как все хотят соскочить, а уже не могут. А почему не могут? А вот это интересный вопрос. Видимо, на каждого из тех, кто остался, есть какие-то такие, я могу только предполагать, но я цитирую, человека очень осведомленного, очень хотят. А это уже было после Крыма, Донбасса, после всех дел. Очень хотят, но не могут. Не могут. Так вот, если не могут соскочить, это одна история. Тогда давайте выяснять, почему вы не можете соскочить. Подождите, а если они не могут соскочить, мы тогда что, должны кинуться им, сочувствовать и говорить? Нет, тогда мы должны им сказать, ребят, либо вы воры, как и они, тогда по делам вам, либо вы честные люди, ну тогда давайте вы будете обращаться к нам и решать свои проблемы с нами, как свободные люди. Пока эти тебе скидка будут. Как псари, да, как свободные люди. Если вы позиционируете, а как свободные люди, да еще интеллектуалы, давайте тогда к нам. И тогда, а пропо хочу сказать, у Люкаеву, вне зависимости от развития событий на Следственном фронте, я думаю, стоит, если он интеллигентный человек, стоит объясниться по поводу обвинений Навального. Если он будет молчать по поводу этих обвинений, значит он через запятую у нас с Сеченом и Песковым, тогда к нему нет вопросов. Но если он не хочет быть через запятую, мне кажется, он должен объясниться. Но в любом случае презумпция невиновности-то работает. Работает, работает, только есть... Суд не вынес... Совершенно... Нет, мы сейчас говорим не про суд, мы сейчас говорим про репутацию. Делаем перерыв, несколько минут, это особое мнение Виктора Шендеровича. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаурова, в гостях у меня сегодня Виктор Шендерович. Хочу я поговорить с вами об отношении к России и США. Вот сегодня господин Ушаков сказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, избранного президента США, длился около получаса. Новый президент США тоже заинтересован в интенсивной работе. И спикер МИДа Мария Захарова, небезызвестная, тоже выразила надежду сегодня на очередном брифинге, что администрация нового президента США будет бережнее относиться к российско-американским отношениям. Откуда вот эта вот надежда, что все изменится, что теперь-то заживем при Трампе? Нет, нет, нет. Это вместе с Захаровой и ее шефом, значит, к их психоаналитикам, значит, чтобы разбираться с этим. Не заживем при Трампе? Нет, мы заживем при Трампе, но интересы России для Трампа вот уж на такой обочине, вот уж на такой... А что же мы так все за него болели? Мы нет, я как-то был спокоен. Вы не болели за Трамп? Нет, я болею только за, так сказать... Да, ну за Спартак, само собой, но да, не будем о грустном, хотя сейчас можно уже. Значит, тем не менее, вот про победу Трампа. Что там будет с Россией в связи с Трампом, не знаю, но не думаю, что что-то очень хорошее, потому что Трамп предвыборный и Трамп в Белом доме, это, разумеется, два разных Трампа, есть интересы Америки, замечательная карикатура, такой Трамп в кабине Боинга сидит, американская, естественно, карикатура, значит, и Боинг уже там летит, а он все, книжечку читает, пособие для летчиков, тысячи инстам, свисает проводов и рычагов и так далее. Трампу сейчас надо вообще понять, что делать, вообще, ё-моё, что же я наделал, как говорил Электрик из старой рекламы, он, потому что одно дело, значит, популизм, а другое дело, вот, принимать решения каждый день. Я думаю, что есть объективные интересы американские, которым довольно жестко противостоят сегодня, значит, не скажу российские интересы, но интересы и поведение российской администрации. Посмотрим, один французский либерал замечательно высказался, что сейчас вообще наступает время таких, значит, альфа-самцов, да, таких вот, Эрдоган, Путин, они все там будут мериться. Это время довольно тревожное при полностью разбалансированной фактически международной системе, это довольно тревожная история. Что мне кажется важным в избрании Трампа, перспективно важным, даже не столько тревога за Америку, которая, все-таки, надеюсь, у которой достаточно внутренних инструментов, чтобы обратать любого популиста. Да, там достаточно этих инструментов. Но вот замечательно один неглупый человек сказал, что Трамп пробил со звоном, значит, этот стеклянный потолок для демагогов, популистов, для националистов. Он легитимизировал эту тему. Не случайно так торжествуют все правы, Лепентур торжествует, наши торжествуют. Он пробил то, что было стыдно, то, что было неловко, то, что было непринято. Стало можно. Стало можно. Вдруг выясняется, что националист, популист, крайний демагог, социальный демагог, бесстыжий, совершенно бесстыжий социальный демагог, в такой стране, как Америка, может победить. Не просто, не просто там вот Липеновские 10-15%, да, вот этот потолок и все. Не просто наш там уровень Жириновского, да, или Рогозина, а вот может победить в Америке. И это очень серьезный вызов для всего мира. При том, что вы сами оговорились, что Трамп предвыборный и Трамп в Белом доме, и это два разных человека. Да, но сигнал, сигнал, можно победить, можно взять кассу, говоря об электорате, можно взять кассу вот этими нехитрыми приемами, просто, так сказать, ксенофобией, да, так сказать. Я легко смахнусь, весь налет толерантности. Совершенно верно. Оказывается, что то, чего было вчера нельзя, можно. И сладко можно, и с победой можно, и стесняться-то нечего, так чего? Можно же, разрешили. Гуляем, гуляем по буфету. И то, что когда-то там правый популист в Венгрии казался каким-то исключением на фоне такой Европы, да, а потом, глядишь, Эрдоган, ну, Путин, само собой, да, а тут Трамп, Трамп. Если посмотреть на карту голосования, то мы увидим симптоматичную вещь. Это ведь не республиканцы против демократов, это сельская местность против города. Совершенно очевидно. Победили не республиканцы и проиграли не демократы. Победил популизм, а проиграл разум. Это совершенно очевидно просто по, так сказать, ну, вот за кого проголосовало высшее образование, да, за кого. Ну, значит, горожане условные сами, конечно, виноваты, потому что... Так же, как и Лондон виноват в Брексите. Отчасти, да, видимо. Это не будем слишком удаляться в аналогии, но усталость от демократов, усталость и отрыв элиты не почуяли. Не хватило, даже в Америке не хватило, так сказать, социальных инструментов замера, чтобы почуять катастрофу этого разрыва, насколько это все серьезно. Да, усталость от элиты. Но в Америке, слава тебе, Господи, поскольку ни Чурова нету, ни Следственного комитета такого, да, ни болотного дела, то удалось сменить элиту. Но, как замечательно написал наш чудесный коллега Илья Мельштейн, он, чем голосовать за врунов, честнее просто вымазаться в дерьме. Вот логика этого выбора, потому что раньше были вруны и демагоги, и дикие перекосы, да, не отловленные сигналы о перекосах, да, в отношении элиты и общества. А пришел, а пришла такая вот честная грязь, которая говорит, о, значит, этих, этих мочить, этих мочить, мы будем великими. Такая честная ксенофобская национальная грязь. И это очень вещь, конечно, опасная в перспективе. Может быть, и у нас по такому же принципу все честно голосуют. Вот они хотят по-честному, хотят президента, который каждый раз им говорит про великую страну, который делает все для того, чтобы страна выглядела великой. Хотеть-то они могут, но дальше в Америке даже к популисту прилагаются выборы, и у Трампа будут следующие выборы, на которых ему мало не будет, если он доживет до них без импичмента. Да, то у него будут следующие выборы, на котором с него уже будут спрашивать. Не он будет спрашивать и топтать ногами уставшую, оболгавшуюся, так сказать, двусмысленную администрацию, да, а его будут топтать ногами. А у нас-то этого не прилагается. Поэтому я, вот как попка повторяю, одно и то же. Система же важнее, важнее, как работает система. Трамп, да, это эксцесс такой довольно сильный, но тем не менее система работает, пока что работает. Про выборы президентские, но наши, в Российской Федерации, вчера, вы знаете, Верховный суд отменил приговор по Киров-Лесу, направил на новое рассмотрение, и ряд адвокатов говорит о том, что Алексей Навальный теперь может участвовать в выборах. В чем, в чем? В выборах. Еще раз скажи это слово. Хотите ли вы, чтобы он участвовал в выборах? Я хочу, чтобы были выборы, которых при Путине не будет. Еще раз. То есть участвовать не надо? Нет, секундочку. Стоп. Это, Таня, если задаешь вопрос, то давай я буду отвечать на твой вопрос, а ты не будешь сбивать вопрос. Давайте, отвечайте тогда. Я не говорю, что не надо участвовать. Я говорю о том, что вся история с Навальным, поскольку мы не подозреваем Верховный суд в внезапной пристрастии к закону, потому что, значит, давно бы Навальный был на свободе, а в тюрьме те, кто его сажали, то, значит, тут есть политический интерес. Какой тут политический интерес? Мне кажется, довольно очевидный. Навальный на крючке. Дело возвращено. Посадить его можно снова в любую секунду. Брат в лагере, заложник. Это продолжаются эти дьявольские игры. Дружочек, ты, пожалуйста, делай, что хочешь, что ты видишь, ты у нас на крючке. Дальше сам соображай. Я абсолютно верю в искренность Алексея Навального в его чувствах по отношению к его, скажем так, оппонентам. И я абсолютно верю и знаю, что его оппоненты с удовольствием будут использовать все крючки для того, чтобы использовать харизму, потенциал Навального, готовить его к каким-то переходным временам, в которых, как они предполагают, он может сыграть за них. И Навальному дается вот это вот снова подвесили на очередном крючке. Куда он денется-то с братом в лагере, с уголовными делами? Да? Какие там президентские выборы? О чем мы вообще говорим? Значит, это в очередной раз, очередное иезуитство. Очередное иезуитство. Перемены начнутся замеченными, Таня. Перемены будут, когда в полном составе, вот это вся, да, включая Верховный суд, это тот же состав. Я не путаю, у нас тот же Верховный судья был, да, который утвердил второй приговор Ходорковского. Мы продолжаем говорить о законе, о чем-то, пока они все не уйдут в отставку, а желательно под суд, никаких переменах, разговаривать смысла нет. Можно говорить об изменившейся тактике. Да, видимо, тактика изменилась. И задержание Улюкаева укладывается в это изменение тактики? Нет. Или это сигнал другим людям? Нет, задержание Улюкаева, это все продолжается как было, да, это, они дербанят, да, они дербанят одновременно. Решаются два вопроса, ну, как в случае с ЮКОСом. Политический вопрос, да, тогда это был арест Ходорковского, ликвидация мощной политической силы, сейчас это выбрасывается на вилы изголодавшемуся электорату либерал, значит, проворовавшийся либерал, да, а это политическая часть вопроса, а бизнесовая часть вопроса все та же самая. Сечин дербанит. Тогда он дербанил Ходорковского, сейчас он будет дербанить что-то другое. На дороге стоял Улюкаев. Вот и все, тут-то как раз, я об этом и говорю, в случае с Улюкаевым ничего нового, новые масштабы. Ну да, кризис, денег меньше, они напоследок хотят додербанить, а Сечин в особых рефлексиях, в общем, не был замечен. Просто мне любопытно, почему политическая элита, которая все-таки в каком-то виде существует в стране, молча наблюдает и ничего не делает. Что ты знаешь политической элитой? Скажи, пожалуйста, какая при Гитлере политическая элита? При Мугабе ты знаешь какую-нибудь политическую элиту? При Лукашенко? Назовем политическую элиту при Лукашенко. Нету при Лукашенко политической элиты. Есть корпорация, банда, мы даже можем не знать полностью ее состава, мы не знаем ее иерархии, никакой элиты, элита может быть в Америке, и элита может меняться. В Америке, в Германии, во Франции, такие демократические разносолы. Здесь какая может быть элита? Вот элита в Беларуси, поищи элиту, в Зимбабве поищи элиту. Вот у нас это не элита, это либо люди, выходящие, хлопающие дверью, становящиеся свободными, независимыми людьми, либо обслуживающий персонал. А обслуживающий персонал может быть в виде этого начальника колонии Лысого в Сегире, да? Что же вы прицепились к тому, что он лысый? Садист. Может он не виноват в этом? А просто, чтобы понимали, о ком идет речь, да? А может быть обслуживающий персонал в виде Улюкаева и в виде Чубайса, но никакой элиты при Путине, Лукашенко, Мугабве быть не может. А Сечин тоже обслуживающий персонал? Сечин, видимо, часть банды, видимо, значимая часть банды, я предполагаю. Я подробности не знаю, да? Но только про элиту в европейском, в смысле политической элиты, говорить не надо. Вот мы видим, как меняются элиты, и будем это видеть дальше и во Франции, и в Германии, и в Америке, да? Как они меняются демократическим... Да, но вы этот процесс назвали страшным, во всяком случае, результат этой смены элиты. Нет, гораздо безопаснее, чем отсутствие смены. Гораздо. Спасибо большое в программе.